На этой неделе знаменитая петербургская студия «Мельница» отметила свое 25-летие. Она появилась на свет 26 марта 1999 года с стараниями двух кинопродюсеров Александра Боярского и Сергея Сельянова, а также теперь уже дважды номинанта на премию «Оскар» прославленного российского мультипликатора Константина Бронзита. За четверть века «Мельница» создала 918 эпизодов приключений «Лунтика», семьи Барбоскиных и Царевин, а также 24 полнометражной картины, среди них популярная франшиза Иван-Царевича «Серый волк» и, конечно же, серия мультфильмов о трех богатырях. Кстати, последний фильм про былиных героев «Три богатыря и пуп земли» заработал в прокате более 1 миллиарда рублей, что является рекордом для российской анимации за всю ее историю. Юбилей «Мельница» отмечает большими премьерами, неожиданными коллаборациями, гастрольным туром по стране мультипликационных героев, придуманных на студии. Большое празднование дня рождения «Мельницы» пройдет в декабре в родной для нее северной столице. Ну а пока Елена Боброва вспомнила творческий путь петербургской фабрики анимации. История «Мельницы» началась в недрах Ленна Учфильма, единственном в Петербурге месте, где делали анимацию. Студия находилась как раз на Мельничной улице, напротив мукомольной фабрики. Название, родившись из топонима, стало символичным. Мы так же, как «Мельница» меряет муку и печет кто-то пирожки, мы так же создаем свои фильмы. Обычно студия создается под один проект, и они его делают. Они могут его делать 10 лет, 20 лет, 30 серий, 130 серий. Но они делают только то, что-то одно. Вы посмотрите, у нас и сериалы, и авторское кино, и рисованные анимации, и 3D-анимации большие полнометражные фильмы. «Мельница», построенная продюсерами Александром Боярским и Сергеем Сельяновым, не стала размениваться по мелочам. И сразу же выдала первый полнометражный анимационный фильм «Новой России» «Карлик Нос». А вскоре с молодецкой удалью распахнул дверь русским богатырям в отечественное кино и первый былинный персонаж студии Алеша Попович. «Ой, ты лют ростовский! Ты послушай меня, Алешу, сына Попа Соборного! Да коли ж нам, людям русским, терпеть супостата недоброго!» На «Мельницу» прислал Вадим Слешников сценарий. Он был не очень правильный, коротковатый для полнометражного кино, чрезмерно хулиганский. Но это все настолько по сленгам, по молодежному, скажем, стебно и иронично, так раньше никто не делал с таким потоком сарказма и иронии по отношению, вроде бы, к хорошему классическому русскому богатырю. Но там масса положительных качеств. Вот этот весь взгляд на богатыря, такой новый, свежий наш, он как раз, мне кажется, и сделал вот эту перезарядку в фольклорной теме. Это мой конь. «Ты-то кто такой?» «Я богатырь ростовский! Алеша Попович пришел слово свое держать!» «О-о-о! Богатырь!» Ну, в этом наша уникальность, что мы все-таки ищем какой-то свой путь через своих персонажей, со своим характером, своим каким-то сложившимся культурными традициями. Уже стала традицией каждый Новый год выпускать по серии наших полнометражных фильмов про Ивана Царевича или про богатырей. И в данном случае будет «Иван Царевич и Серый Волк. Шестая часть». Сказал бы просто «Я волк», а то «Я волк, я волк». Ты чего здесь? Просто вдвоем веселей. На этот раз Иван Царевич со своим другом Серым Волком отправятся на выставку чудес всего сказочного мира. А Лунтик, другой герой студии, нынешней осенью шагнет на большой экран. И если сам ушастый персонаж за почти 20 лет так и не повзрослел, то подход к созданию мультфильма заметно изменился. Дополнили растительный мир. У нас появились новые ландшафты, камни, скалы, цветы, светящиеся водопады, листья сухие. То есть вот этот весь природный мир, он в полнометре, он более разнообразный. На пути покорения детских сердец не забывали на мельнице и про более взрослую аудиторию. И 9 лет назад на свет родился проект, затрагивающий довольно серьезную тему. Грамоту, разумеешь? Вазбук узнаю. Пойдем со мною. А как же я? Ты не Сашка. Погуляй пока. История обороны Смоленска в 1612 году. История мальчика, который во все это влезает и помогает, и переживает. Его трагическая судьба, как совершенно одинокого сироты. По мнению очень многих сотрудников студии, наша одна из самых лучших работ. Бумагу важную нужно в Москву доставить. Сумеешь? Да, о чем речь-то, конечно. Как вы тут без меня? Справитесь? Не знаю. Но будем стараться. На сегодняшний день у мельницы более 300 наград. Даже две номинации на Оскар, которые принес Константин Бронзит. Одна из них за анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса». А сотрудники студии не могут жить без своего дела и придуманных персонажей. А значит, крылья в мельнице будут вращаться еще как минимум четверть века.